Вакцина раздора мир разделился на тех, кто за инъекцию и тех, кто против. Кто из казахстанских и зарубежных политиков уже привился от ковида и стоит ли вообще это делать? О побочных эффектах и жертвах вакцин от коронавируса Жанна Алпызбаева расскажет. Зеленый курс Байдена США. Начинают борьбу с изменением климата. Ветреные станции, электромобили и запрет на бурение скважин. Потребление нефти снизится в мировых масштабах. Аида Хайдара прогнозов, мнениях и планах Белого дома. Разрыв между богатством и бедностью. 225 миллионов человек потеряли работу из-за пандемии. Миллиардеры отправились от коронавируса за несколько месяцев. Остальным для этого понадобятся десятилетия. Главное с полей форума в Давосе. Сегодня. Второй день рождения. Жертв Холокоста от 6 до 20 миллионов погибших. Самый масштабный геноцид в истории человечества. Что рассказывают те, кто выжил в лагерях смерти? Воспоминания узников о Свенцима сегодня в моей аналитике. Самая опасная профессия в мире. Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана. Кто был на инаугурации, а кто не пришел? За что новый избранный лидер поблагодарил Казахстан и почему первым делом решил посетить Москву? Мольдер Абдуалиева следила за главным политическим событием соседей. Субтитры делал DimaTorzok Так вот, накануне Московский областной суд отклонил апелляцию Навального, признав законным его арест на 30 суток. А я напомню, 18 января заседание суда прошло прямо в отделе полиции, что вызвало негодование самого Навального и его сторонников. В своем заключительном слове он выразил поддержку протестующим. Адвокат политика Ольга Михайлова заявила, что процесс по делу Навального и грозящий ему реальный срок преследует за собой лишь одну цель. Мы считаем, что все, что происходит с Алексеем, носит политические мотивы. Исключительно он задержан, находится в условиях лишения свободы для того, чтобы его политическая деятельность была полностью исключена. Для исключения его из политической жизни страны. Тем временем Любовь Соболь, соратница Алексея Навального, заявила, что россияне будут продолжать свои акции протеста. Она заявила, что задержание российского оппозиционера было политически мотивированной местью не только за то, что он остался в живых, но и за проведение расследования по его задержанию. Что касается акций протеста, то, конечно же, они будут продолжаться. К сожалению, другого инструмента заявить свои права у россиян просто нет. Если бы были, работали справедливые суды, то можно было отстоять свои права там, но, к сожалению, российские суды проводятся уже буквально в отделах полиции. Итак, на неделе задержали ставшего в либеральных кругах героя муроженца Чечни Саид Мухаммада Джумаева. Напомню, он стал звездой интернета, подравшись на несанкционированном митинге в Москве с бойцами ОМОНа. Вот как это было. По информации телеграм-канала МАШ, молодого человека задержали в Псковской области. Там он находился у матери. Сразу же его повезли на допрос в Следственный комитет по Москве. При себе у него было два компаса и карта. Джумаев двигался в сторону латвийской границы, сообщает источник. Во время задержания молодой человек пытался сбежать, однако вот во время захвата он не оказывал сопротивления. Ранее его родители сообщили, что Джумаев оказался на митинге случайно. Они назвали произошедшее неудачным стечением обстоятельств, не связанных с поддержкой Алексея Навального и его политических взглядов. На следующий день после акции протеста депутат Госдумы и советник главы Чеченской республики Адам Делимханов обратился к подравшемуся с бойцами ОМОНа чеченцу. В своем видеообращении он призвал Джумаева в кратчайшие сроки сдаться властям, например, чеченским. То, что ты сделал, преступление. Мы говорили с твоим отцом. Если ты эту позицию не принимаешь, если не принимаешь позицию отваги чеченца, мусульманина, свяжешься с нами, с моими друзьями. Если ты принимаешь их позицию, ты не должен ни от кого бегать. Должен идти до конца вслед за ними. С тобой, с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Сторонники Джумаева развернули в соцсетях акцию в поддержку молодого человека. Пользователи выкладывают на своих страницах его фото с призывом освободить парня. И буквально накануне стало известно, что защищать Джумаева перед судом будет известный российский адвокат, тоже чеченец по национальности, Мурат Мусаев. Но между тем, в результате протестов в десятках городах России задержаны по меньшей мере 3,5 тысячи человек. Такие данные приводят правозащитные организации России. Это рекордное число за всю историю протестов в современной Российской Федерации, пишет агентство Reuters. Больше всего порядка полутора тысяч граждан задержаны в Москве. В ходе разгона акций полиция применяла резиновые дубинки. По разным оценкам в протестах участвовали от 20 до 50 тысяч человек. В Кремле такие цифры отрицают, но протесты все же называют незаконными. Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки Конституции. Если вы цифры сопоставите, вы поймете, насколько это мало людей. Я напомню, Алексей Навальный заявляет, что его пытались отравить российские спецслужбы. После отравления он проходил курс лечения в Берлинской клинике. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Кремль и российские спецслужбы не причастны к отравлению Навального. Но тем временем один из разработчиков химического оружия, новичок Леонид Ринг, намерен выпустить лекарства против ковида. Как пишут РИА Новости, у препарата есть уже и название – иммофон. По словам Ринка, лекарства протестировали 700 добровольств почтенного возраста. По результатам испытаний не зафиксировано ни одной смерти. Сейчас компания разработчиков выпускает спецпартии препарата для проверки его действия при разных патологиях. Как заявил ученый, одна доза препарата будет стоить около 1000 рублей. Ну и вот адаптировать вакцину от коронавируса, возможно, под любые его мутации, считают во Всемирной организации здравоохранения. Руслана, я лишь дополню, что по мнению ведущих экспертов, появление новых штаммов не должно помешать иммунизации людей с существующими препаратами. Ну, просто потому, что сегодня нет никакой причины для того, чтобы они снизили свою эффективность. Хотя, буквально на прошлой неделе ВОЗ заявили, что вакцины не гарантируют победу над коронавирусом. Еще нет никаких подтверждений, что существующая вакцина будет менее эффективна в борьбе с мутациями. Но это может случиться. Взять, к примеру, грипп. Мы меняем основу дважды в год, в зависимости от южного и северного полушария. Я считаю, что со временем мы сможем быстро адаптировать имеющуюся вакцину под любые мутации. Касым Жумар Тукаев на неделе пообещал привиться казахстанской вакциной от коронавируса. Об этом он заявил во вторник во время расширенного заседания правительства. Руслан, правда, с ремаркой. Он сделает прививку только при положительных результатах тестирования препарата. По словам президента, массовая вакцинация – это пока наиболее действенная мера для борьбы с коронакризисом. Ну и да, президент не уточнил, какой именно вакциной привьется. Но, учитывая, что только ковидин проводит третий этап испытаний, круг очень уж узкий. Между тем, на высшем уровне пример уже показали многие политики и президенты. Например, Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис, глава ООН Антонио Гутерриш. Ну а вот российский лидер Владимир Путин с этим делом не спешит. Он сказал, что вакцину пока делать не будет, ставить себе в смысле и сослался он здесь на возраст. В общем, вопросов с вакциной по-прежнему много и главный из них – прививаться или нет. Ответ на него искала наша коллега Жанна Алпызбаева. Она всю неделю изучала эту тему и сейчас готова рассказать, что, в общем-то, накопала. Жан, ну ты в эфире, добрый вечер. Сразу хочу спросить, ты сама прививаться будешь? Ну больше нет, чем да, Руслан. Добрый вечер. Пока изучаю эту тему, привьюсь, когда точно буду уверена в безопасности вакцины. Но это лишь моя частная позиция. Многие специалисты уверяют в том, что она безвредна. Напомню, в Казахстане доклинические испытания проходят еще 4 вакцины. Обо всем по порядку через несколько секунд. Массовая вакцинация начнется уже 1 февраля, то есть послезавтра. Сначала будут прививать медицинских работников, а лиц младше 18 и старше 65 вакцинировать не будут. Прививать казахстанцев собираются российской вакциной «Спутник Ви». Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной. Если, конечно же, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится. Вакцинация от COVID-19 будет организовываться на базе существующих прививочных пунктов в поликлиниках, говорят в Минздраве. Во всех медицинских организациях принимаются меры по созданию условий требуемой ходовой цепи ниже 18 градусов Цельсия. Медперсонал проходит тестацию и получает удостоверение о подготовке. Планируется, что вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь ей подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции с дальнейшим охватом остальных групп населения. Ну и опять же, повторюсь, первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорая медицинская помощь, отделение реанимации, приемных покоев больниц, сотрудники Санэпидслужб. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 миллионов. В Минздраве поясняют, что вакцинация в Казахстане является добровольной и будет проводиться только с согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено. Конечно, наиболее действенной и системной мерой для преодоления кризиса является массовая вакцинация. Это не значит, что будет проводиться насильственная вакцинация, как утверждают некоторые провокаторы. Противников, кстати, немало. Есть радикально настроенные казахстанцы, которые считают, людей всего мира хотят чипировать. А есть те, кто просто не доверяет качеству препаратов. Причем не только казахстанским, российским, но и американским Pfizer и Moderna. Впрочем, не безосновательно. В США проводят расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции в штате Калифорния. Пациенту сделали прививку 21 января, а спустя несколько часов он скончался. Всего же в США, по данным СМИ, из-за вакцинации умерло 55 человек. Одной из первых обширную вакцинацию начал Китай. Уже в ноябре там были привиты почти миллион жителей. Глава Синофарм Луи Чинжи заявил, что до сих пор нет данных о возможных серьезных побочных эффектах экспериментальной вакцины. Лишь в некоторых случаях появляются легкие симптомы. А в России уже привилось более двух миллионов человек. Стоит ли верить всем этим цифрам? По-моему, факты говорят пока сами за себя. Возвращаясь к Казахстану, отмечу. У нас чиновники примером для населения пока не служат. Среди иммунизированных от ковид только Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки, и Аким Джамбулской области Бердебек Сапарбаев. С вопросом, почему не вакцинировались вы, наши коллеги обрушивались на главу Минздрава Алексея Цоя. И вот его ответ. Да, я не принимал эту вакцину. Мы пока достоверно не знаем ее эффективность, как эта вакцина действует на людях. Поэтому сейчас для нас очень важно понять, насколько эта вакцина эффективна. И на данный момент, насколько мы слышим от наших коллег, что их самочувствие нормальное, и мы рады за это. К слову, на неделе после призыва Касымжумарта Тукаева инициативу проявили еще два чиновника. Это глава МВД Ерлан Тургумбаев и министр юстиции Марат Бекетаев. Что же касается остальных наших сограждан, то согласно опросу Центра бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований Bizon Central Asia, готовность к вакцинации выразили 56% опрошенных. Доля вакцина скептиков 28%, а она близка к среднему показателю по планете, и 16% затруднились ответить. К слову, больше всего к вакцинации готовы страны Юго-Восточной и Южной Азии. Всего же привитых в Казахстане в рамках третьей фазы клинических испытаний – 3000 добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине Касковидин выдали временную регистрацию на 9 месяцев. По словам специалистов, еще не ясно, сколько может защищать иммунизация организм человека. Это может быть несколько месяцев или год. У меня на этом все, Руслан. К тебе встречный вопрос. Готов ли ты иммунизироваться? Ну, ты знаешь, пока однозначно нет. Думаю, есть смысл еще понаблюдать за эффективностью инъекций. Ну, поживем-увидим. Если соберусь перевиваться, ты узнаешь одно из первых. Обещаю. Это была Жанна Алпызбаева с авторской рубрикой «На высшем уровне». Ну, а мы продолжим подводить итоги недели сразу после короткой рекламы. И вот о чем еще пойдет речь сегодня. Зеленый курс Байдена. США начинают борьбу с изменением климата. Ветряные станции, электромобили и запрет на бурение скважин. Потребление нефти снизится в мировых масштабах. Аида Хайдара. Прогнозах, мнениях и планах Белого дома. Разрыв между богатством и бедностью. 225 миллионов человек потеряли работу из-за пандемии. Миллиардеры оправились от карантина за несколько месяцев. Остальным для этого понадобится десятилетие. Главное с полей форума в Давосе сегодня. Второй день рождения жертв Холокоста. От 6 до 20 миллионов погибших. Самый масштабный геноцид в истории человечества. Что рассказывают те, кто выжил в лагерях смерти. Воспоминания узников о Свенцима. Сегодня в моей аналитике. Самая опасная профессия в мире. Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана. Кто был на инаугурации, а кто не пришел. За что новый избранный лидер поблагодарил Казахстан. И почему первым делом решил посетить Москву. Мольдер Абдуалиева следила за главным политическим событием соседей. И мы продолжаем подводить итоги недели. Если людей от пандемии смогут спасти вакцины, то бизнес продолжает погибать от вируса. И панацеи здесь нет. Это исторический паб в центре Оксфорда. С историей 450 лет. Можете себе представить. Вынужден навсегда закрыть свои двери. На протяжении почти половины тысячелетия его посещали не просто студенты и туристы. Великие писатели, такие как Джон Полкин. Создатель «Властелина колец» и его друг Клайв Льюис. Автор произведения «Хроники Нарнии». Паб потерпел катастрофическую потерю доходов с начала пандемии. Местные власти обратились к правительству с просьбой оказать финансовую поддержку, так как его закрытие представляет собой огромную культурную потерю. Ну и для того, чтобы остановить распространение вируса, правительства стран мира принимают решение вновь ввести локдаун. Местами это только лишь ограничения. В любом случае, пока масштабы не настолько сильные, как в прошлом году. Но важно до этого не довести. Однако вот, несмотря на сложную эпид-обстановку, граждане стран, где локдаун повторяется, выходят на площади с протестами. В Амстердаме задержаны на неделе больше ста человек. Они вышли на митинги против самоизоляции. В попытке разгона толпы полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Люди высказывались против ограничительных мер, в частности, введения с 21.00 комендантского часа. Протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты, поджигали даже центр тестирования на COVID-19. В Минздраве назвали произошедшее беспределом. На улицах Ливанского Триполя тоже произошли столкновения полиции с протестующими. Последние выступают против введения в стране жесткого локдауна. В результате один человек погиб от ранения. Демонстранты собрались у здания мэрии. Они подожгли машины, разбили уличные витрины и забросали военных камнями. В ответ те применили слезоточивый газ и резиновые пули. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстрации обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за пандемии коронавируса. Сейчас Ливан испытывает финансовый кризис. Кроме того, республика еще не оправилась после прогремевшего в августе мощного взрыва в Бейруте. Я хочу донести политикам, что они не видели бы здесь протестующих, если бы протестующие не были голодны. Они бы не пришли сюда, если бы хлеб был доступен для бедных. Наши требования – открыть магазины и немного снизить курс доллара. Кыргызстан, который прошлой осенью тоже захлестнула волна протестов, на неделе официально обрел нового президента. Садыр Жапаров вступил в должность главы государства. Он принес присягу, пообещав работать во благо народа. Гостей на инаугурации вели, надо заметить, было немного. Причина тому, опять же, карантинные ограничения. Среди гостей – бывшие кыргызские лидеры Сауренбай, Жейнбеков и Роза Татумбаева. Новый избранный глава государства в своей речи поблагодарил Казахстан за помощь, оказанную во время пандемии. Кто присутствовал на церемонии от нашей страны и почему Жапаров первым делом посетит Россию, хотя ранее обещал прибыть в Казахстан. Ответы на эти вопросы у нашей коллеги Мольдыр Абдуалиева, и она уже на связи с нами из столицы. Мольдыр, добрый вечер, ты в эфире. Приветствую коллеги. Садыр Жапаров официально стал шестым президентом Кыргызстана. Инаугурация состоялась в Дании национальной филармонии и транслировалась в прямом эфире. Зал был полон, но журналистов на церемонии не было, как и глав других государств. Прибыли только представители. От Казахстана заместитель председателя Ассамблей народа Жан-Сиев Тюмибаев. Также на инаугурации присутствовали бывшие президенты Кыргызстана Сорун Байженбеков и Роза Отумбаева. Сам Жапаров призвал и сторонников, и недоброжелателей объединиться для улучшения ситуации в стране. В своей торжественной речи он отметил, что волнуется. Разумеется, ведь президент Кыргызстана – одна из самых неспокойных профессий в мире, потому что не знаешь, что может ждать завтра. Также он выразил слова благодарности сначала России, а затем Казахстану и другим странам. Мы выражаем большую признательность всем тем странам, особенно России, которые, выражая особую озабоченность в связи с происходящими событиями в Кыргызстане, трудные дни оказывали нам посильную помощь. Также искренне хочу выразить благодарность нашим соседям, Узбекистану и Казахстану, за оказанную помощь во время пандемии. У нас общая судьба и история. Укрепление сотрудничества, усиление экономических и культурных связей со стратегическими партнерами является приоритетом нашей внешней политики. Это относится к странам Центральной Азии, а также особо хочу отметить Турцию. Напомню, что ранее Жапаров отказался от расходов на пышную инаугурацию и кортеж. Изначально на мероприятие планировали выделить 10 миллионов сомов. Сумму скорректированного бюджета не озвучили. Также после критики общества власти страны пообещали не перекрывать дороги. Но для обеспечения безопасности привлекли более 2,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Стало известно, что кабинет президента Жапарова будет находиться в Доме правительства, хотя прежде его коллеги работали в здании Жорку Кенеша. Между тем политологи считают, что у лидера Кыргызстана, набравшего 79% голосов на выборах, есть полгода для того, чтобы проявить себя. В противном случае гнев тех же избирателей уже хорошо известен не только Кыргызстану, но и всему миру. Полагаю, что власть президента будет укрепляться. Уже инициируются правки, согласно которым депутаты уже не смогут формировать кабинет министров. А президент будет усилять свои позиции над парламентом. Но уход с поста может стать другим при помощи объявления импичмента. Говоря о внешней политике, нельзя не отметить непредсказуемость Жапарова. 11 января в телефонном разговоре с Касанджомартом Токаевым он обещал с первым официальным визитом посетить Казахстан. Но сегодня официальный Бишкек заявил, сначала Жапаров отправится в Россию. Эксперты уже гадают, возможно, такая переменчивость связана с вакциной, которую готовит Москва. Хотя стоит напомнить, что во время пандемии Кыргызстан обращался к Казахстану за медицинской, финансовой и технической помощью. И наша страна протянула руку помощи братскому народу. Было время, когда во внешнеполитической связи Кыргызстана преобладали Соединенные Штаты Америки, но это был короткий период. А приход нового правительства способствует продолжению тесных взаимоотношений с Россией. Ведь зависимость от геополитического влияния России высока. Но Кыргызстану важно помнить о важности сохранения хороших отношений с Казахстаном. Президентство Жапарова уже прозвали невероятным камбэком, то есть возвращением. В октябре протестующие освободили его из тюрьмы, где он отбывал наказание за организацию митингов. В то же время проходили беспорядки, в результате которых люди захватили кабинет Женбекова, который позже подал в отставку. Напомню, досрочные выборы главы государства состоялись 10 января. И вот теперь Садыр Жапаров официально занял главное кресло страны. Коллеги, у меня на этом все. Вам слово. Спасибо тебе, Мольдер. Это была Мольдер Абдуалиева. Она рассказала об инаугурации нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Ну вот, кстати, не только новый кыргызстанский лидер решил начать со встречи в Москве. На неделе новый избранный президент Джо Байден позвонил в Кремль. С Путиным они провели телефонные переговоры впервые после официального назначения 46-го президента США. Сообщается, что новый глава Белого дома сам позвонил российскому президенту. О чем они говорили? Белый дом и Кремль делятся разными версиями. Россия и США договорились продлить договор СНВ-3 еще на 5 лет. Это соглашение, которое с 1979 года ограничивает число ядерных боезарядов у обеих стран с момента окончания Холодной войны. А вот в чем версии разошлись. В заявлениях Белого дома по итогам переговоров указано, что речь шла об аресте Навального, возмущении вмешательством России в американские выборы, поддержке независимости Украины, кибератаки и солдатах в Афганистане. В Кремле, в свою очередь, лишь подчеркнули, что разговор был откровенным и что нормализация отношений отвечала бы интересам обеих государств. Ну а сам Джо Байден тем временем подписал несколько указов о борьбе с изменениями климата. В числе прочего не предполагают, что американское правительство перестанет выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральной земле. Руслан, против подобных мер, которые прямо противоположны политике, которую проводил предыдущий президент Дональд Трамп, выступают многие представители энергетической индустрии. Однако, несмотря на некоторые сопротивления с их стороны, президент США заявил, что должны стать мировым лидером в борьбе с кризисом из-за изменения климата. Он отметил, что с этим ждать больше нельзя. Ну, кстати, бывший госсекретарь США Джон Керри, которого Байден назначил своим специальным посланником по вопросам климата, пообещал, что для новой администрации состояние окружающей среды станет определяющим при планировании внешней политики. Ну, а как амбициозные планы зеленого президента Байдена повлияют на нефтяной рынок и на тренды, в мировой экономике расскажет наш международный обозреватель Аида Хайдар. Аида, добрый вечер. Получается, борьба с изменениями климата стала центральной идеей администрации Байдена? Да, Милин, как говорят в новой американской администрации, борьба с потеплением станет вопросом национальной безопасности США и одним из главных приоритетов внешней политики. В своем заявлении Байден отметил, что США не смогут решить главную проблему выжимаемости нашей планеты в одиночку. Подробнее через несколько секунд. Как сообщает BBC, заморозка выдачи новых лицензий на бурение нефтяных и газовых скважин представляет собой серьезное наступление Байдена на американскую нефтегазовую индустрию. Американский институт нефти выступил против данного решения. По мнению специалистов института, это приведет к увеличению зависимости США от импорта, поскольку потребности Америки в энергоносителях будут расти по мере выхода экономики из кризиса. Однако другие эксперты этот аргумент не поддерживают, так как, по их мнению, добыча нефти и газа на федеральной земле продолжится, даже если последует полный запрет на выдачу новых лицензий. Это связано с тем, что нефтедобывающие компании сейчас используют только около половины разрешений на бурение, выданных в прошлом. Активная деятельность Байдена в первые 100 дней президентства, понятно, считают журналисты. Нужно выполнять свое предвыборное обещание. Однако, чтобы значительно снизить объемы американских вредных выбросов, понадобятся новые законы, которые должен принять Конгресс. Если это произойдет, то станет очевиден серьезный настрой администрации Байдена на борьбу с потеплением. Противники климатических инициатив нового президента США считают, что последние приведут к сокращению рабочих мест. В то время, когда в стране рост безработицы и так достиг рекордных показателей из-за пандемии. Первым звоночком стал приказ Байдена приостановить строительство трубопровода Keystone XL, который предназначался для транспортировки канадской нефти на территории США. Это решение вызвало резкую критику. Американский институт нефти назвал приказ Байдена пощечиной тысячам профсоюзных работников. Однако Байден уверяет, что борьба с изменениями климата, напротив, создаст новые рабочие места. Для меня изменение климата подразумевает появление новых рабочих мест. Миллионы американцев смогут быть вовлечены в обновление наших водных систем, транспорта и энергетической инфраструктуры, чтобы они могли выдержать те изменения, которые переживает климат. Ну а пока некоторые в нефтяной промышленности США рискуют потерять свои позиции, другие уже начали выигрывать от новых правил. Согласно аналитикам Wolf Research, доллары с Wall Street потекли в акции зеленой энергетики с тех пор, как Байден обещал завоевать Белый дом. С лета индекс акции солнечной энергетики под названием Invesco Solar ETF вырос примерно на 150%. Инвесторы делают ставку на то, что администрация Байдена ускорит развитие возобновляемой энергетики от электромобилей, ветряных электростанций до коммерческих зданий с нулевым уровнем выбросов. Отрасль уже частично росла за счет ряда государственных налоговых льгот, которые, в свою очередь, поощряли инвестиции в чистую энергию. Такая стратегия в итоге окупилась. Согласно аналитикам Credit Suisse Securities, за последние четыре года цены на возобновляемые источники энергии резко упали, в результате чего они стали доступнее угля или газа для потребителей. Также аналитики прогнозируют, что в соответствии с экополитикой Байдена спрос на чистую энергию может удвоиться в ближайшие 15 лет. Между тем, переход на возобновляемые источники энергии не обошел стороной европейские нефтяные компании. Так, например, Royal Dutch Shell намерена достичь нулевых выбросов на всех своих предприятиях, инвестировать в водородное топливо, которое может быть использовано как самолетами, так и автомобилями к 2050 году. А British Petroleum, инициировав сокращение объема разведанных месторождений нефти, нацелена увеличить ее генерирующие мощности из возобновляемых источников в 20 раз. Развитие зеленой экономики также окажет существенное влияние на спрос, а значит и на стоимость черного золота, пишут российские аналитики издания «Нефть Капитал». Несмотря на позитивные тренды, цены на нефть в 2021 году не смогут уйти выше 60 долларов за баррель. По мнению аналитиков, наибольшее потребление углеводородов сегодня приходится на автомобильные перевозки, однако их доля будет постепенно сокращаться в общем потреблении. А все потому, что исследования показывают бурный рост числа автомобилей с электродвигателями. Так, например, в 2020 году число электрических автомобилей оценивается в 9,5 миллионов штук. В 2028 году их количество может составить 157 миллионов, что демонстрирует рост в более чем 16,5 раз за 8 лет. В итоге это приведет к снижению общемирового потребления нефти в среднем на 5 миллионов баррелей в сутки. У меня на этом все. Алматы. Айда, спасибо тебе за интересные обзоры. Я напомню, что на связи с нами из столичной студии была наша коллега Аида Хайдар. И пока в США может появиться запрет на бурение, министры иностранных дел Туркменистана и Азербайджана подписали меморандума совместной разведки, разработки и освоений Каспийского месторождения. Сирдар, а теперь Достулук, на протяжении 30 лет был предметом спора между двумя странами. Теперь в переводе на русский язык его название означает «дружба». Прогнозируемые запасы, по данным американской Мобил, составляют 30 миллиардов кубометров газа и 50 миллионов тонн нефти. Ну, вообще, ОПЕК прогнозирует хороший год для рынка нефти. По данным организации, мировой спрос на черное золото вырастет почти на 6 миллионов баррелей в сутки. Это больше половины от объема падения в кризисном 2020-м. Для полного восстановления отрасли необходимы новые инвестиции в размере 12 триллионов долларов, сообщил глава картеля Мохаммед Баркиндо. Сейчас бренд торгуется на уровне 56 долларов, а цена бочки WTI достигает почти 53 долларов. И к другим темам. Дата, забывать о которой нельзя, жестокость, которую одновременно с этим хочется навсегда стереть из памяти. 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, мир вспомнил о самых страшных преступлениях против человечности. О тех, кто выжил в лагере смерти, и о том, что должно стать уроком для каждого, чтобы подобное больше никогда и нигде не повторилось. Поговорим прямо сейчас в моей аналитике. 27 января 1945 года Красная Армия освободила Освенцим. Этот лагерь смерти стал символом Холокоста. История человечества, пожалуй, не помнит более жестокого преступления. Количество жертв Холокоста имеет ужасающие цифры. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили 6 миллионов евреев. Однако в настоящее время многие исследователи утверждают, что на самом деле нацистских лагерей существовало значительно больше. Американские исследователи и вовсе обнародовали новые цифры, свидетельствующие о том, что жертв Холокоста на самом деле было 20 миллионов. Говорить об этом без эмоций не предоставляется возможно. Здеслава Владарчик из Варшавы была депортирована в Освенцим в 1944 году, незадолго до своего 11 дня рождения. Сегодня она одна из немногих, кому удалось выжить и рассказать всему миру о тех страшных минутах ее детства. Пусть больше никогда не будет таких войн. Это очень страшно. Я это пережила. Сейчас по всему миру идет эпидемия коронавируса, и это тоже своего рода война. Люди изолированы друг от друга, дети не могут играть друг с другом, становятся нервными и будут склонны к психологическим травмам. Люди страдают и умирают в одиночестве. А это очень трагично. Эта женщина с изрезанным морщинами лицом прошла нелегкий жизненный путь. И она выжила, несмотря на ужасы нацистских концлагерей. Люди, которых мы сегодня показываем, и о которых говорим, одни из последних свидетелей Холокоста. Эти женщины, а тогда маленькие девочки, выжили чудом. Но на этом их борьба не закончилась. Каждая из них нашла свой непростой путь, чтобы привыкнуть к мирной жизни и стать ее частью. А еще найти силы рассказать свою историю. Хотя даже спустя 76 лет им все еще нелегко говорить и вспоминать. Я хотела быть ребенком, как все. Но когда я стала подростком, а уже потом, когда я стала взрослой, то я поняла, что нельзя оставлять такую историю в прошлом или забыть ее. Я начала спрашивать себя, если я была спасена, если я выжила, то означает ли это, что я должна нести эту память в себе или рассказать людям об этих ужасах и об этом страхе? Это большой подарок, что я осталась жива. Это невероятно, и я обязана рассказать об этом всему миру, чтобы помнили и знали. Но вера в судный день все-таки восторжествовала. И те, кто когда-то думал, что может вершить судьбу миллионов, ответил за судьбу, но уже свою. 20 ноября 1945 года в городе Нюрнберг начался уникальный процесс 20 века по делу главных нацистских военных преступников. В ходе разбирательств, которые длились 11 месяцев, вскрылось множество беспрецедентных преступлений, совершенных руководством Третьего рейха. По его итогам, 19 подсудимых были признаны виновными, а действия лидеров ряда организаций гитлеровской Германии – преступными. Ну, казалось бы, поставлена точка, человечество усвоило самые страшные уроки в истории. Но сегодня, живя в 21 веке, мы понимаем, как непрочна человеческая память. Знаете, что я подумал после войны? Если кто-то наденет свастику, через много лет он заслуживает смерти. Я так и думал, что никогда в жизни не увижу свастику или что-то в этом роде. Но я за свою жизнь видел много молодых людей, которые надевали свастику и гордились этим. Антисемитизм возродился с новой силой, и это очень плохо для будущего поколения. Вы только слышите и с ужасом представляете, через какой ад мы, узники Освенцима, прошли. Но даже самые реалистичные памятники и экспонаты в музеях не отражают того, что мы проходили каждый день. Канцлер Германии призвала международное сообщество бороться с антисемитизмом и с попытками отрицать Холокост. С таким же призывом к человечеству обратился и генеральный секретарь Антонио Гутерриш. Он напомнил, что сегодня в мире наблюдается всплеск антисемитизма. Эрдоган призвал не допустить повторения тех страшных событий, а Путин и вовсе назвал Холокост черной и позорной страницей истории. Зеленский, Макрон и Нетаньяху тоже не остались в стороне и высказались о важности понимания тех событий и памяти жертв, которые попали и не смогли выбраться из лагерей. Сегодня о тех страшных днях и событиях написано немало книг и снято десятки фильмов, в которых, как по мне, показана лишь малая часть тех поистине ужасающих преступлений. Например, кадры из кинокартины «Список Шиндлера», которая была удостоена семи наград премий «Оскар». Здесь без доли сомнений и сожаления показано, как в лагерях смерти жизнь могла оборваться буквально за секунду. И решали ее оборвать не высшие силы, нет, а люди, сам человек. И когда я писала этот текст, то, как и все, что он не может быть, он не может быть, он не может быть, он не может быть. Что? Герр. Комендант, я выполняю свою работу. Да, а я свою. Унтерштурнфюрер, она бригадир строителей. Мы не собираемся спорить с этими людьми. Есть. Иди-ка. Нет, расстреляй ее здесь, по моему приказу. И когда я писала этот текст, то ни в одном из источников не смогла найти точных данных и точных цифр. До сих пор нет точного числа уничтоженных здесь людей. Нацисты сознательно не вели статистику. Часто в своей аналитике я спрашиваю мнения экспертов, чтобы услышать профессиональное мнение. Но даже ученые, исследуя обыденную жизнь Третьего рейха, быт концлагерей, отношения жертв и палачей, не могут подобрать термины, которые могли бы объяснить потомкам, не видевшим ужасов нацизма, что делали одни люди с другими в гитлеровской Германии. И как подобное может стать камнем преткновения в 21 веке. Объяснить это очень тяжело. Но это можно только понять и знать, что уничтожить такое количество людей за пять лет на небольшом, казалось бы, пространстве не удавалось ни пожару, ни землетрясению, ни любому другому стихийному бедствию. Концентрация зла и ненависти на пространстве, окруженном колючей проволокой, и сегодня заставляет задуматься о человеческой природе, ее страшных, непознанных глубинах. Холокост стал поворотным моментом в истории человечества, побудив мир сказать, Это нельзя повторить, но это важно помнить. Мирин, ну согласен, помнить действительно важно, хотя, знаешь, глядя на происходящее, все чаще есть ощущение, что человечество начинает забывать такие вот кровавые истории, события. Ну и напоследок, сегодня ничего веселого, напротив, новость, которая на неделе заставила задуматься. Согласно отчету Международной организации труда, за последний год по всему миру исчезла по меньшей мере, 225 миллионов рабочих мест. Можете себе представить? Это в 4 раза больше, чем те потери, которые мир понес в результате мирового финансового кризиса более 10 лет назад. В том числе и в связи с этим Клаус Шваппас, основатель Всемирного экономического форума, озвучил идею о том, что миру необходимо провести большую перезагрузку после пандемии. Он заявил об этом на традиционном довозском форуме, который в этом году прошел в формате видеоконференции. Многие годы форум продвигает концепцию капитализма стейкхолдеров. Это такой подход к бизнесу и экономической политике, который выходит за рамки интересов акционеров и направлен на благополучие всего общества. ВЭФ призывает представителей мегакорпораций быть более осознанными по отношению к обществу, а правительство больше сотрудничать с частным сектором по ряду проектов развития и социальных программ. И это очень кстати, потому как Оксфон, некоммерческая организация по борьбе с бедностью, обнаружила, что тысячи самых богатых людей мира окупили свои потери во время пандемии всего за несколько месяцев. В то время как беднейшим слоям населения потребуется более 10 лет, чтобы оправиться от экономических последствий ковида. Христа Элина Георгиева, управляющая директор Международного валютного фонда, в своей речи отметила, что если капитализм в глобальном масштабе не сблизит людей, то из кризиса мы уже не выйдем победителями. Она добавила, что пандемия увеличила разрыв между богатыми и бедными странами, и что глобальное сотрудничество в преодолении кризиса показало себя не с лучшей стороны. Мы не пытаемся изменить мир, но каждую субботу ровно в 20.00 рассказываем, как он меняется на наших глазах. На сегодня все. Берегите себя. До свидания.